Рискнуть предложили нижегородским школьникам и студентам. Всероссийская игра, связанная с историей побед нашей страны, состоялась в рамках проекта «Великие имена России». Разум, интуиция, скорость, команда. Именно так расшифровывается ее название. Игра состоит из трех блоков, по пять вопросов в каждом. Задания связаны с историческими, литературными, музыкальными, кинематографическими и другими достижениями России. Игра проходила сразу в двух местах – Центре эстетического воспитания детей и Нижегородском автомеханическом техникуме. Организатор – Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Нам кажется, в игровом формате молодежь лучше воспринимает историю. И «Великие имена России» воспринимаются быстрее и лучше. То есть те деятели, которые прославили нашу страну, они через игровой формат, через какую-то командную игру воспринимаются намного эффективнее. Петр Первый как минимум прорубил окно в Европу. Екатерина Вторая – мой город, обосновала. А Александр Второй – он политику классного делал, хотя его никто не любил.